Приветствую, зрители моего канала! После моего видео о самодельном штанговом циркуле меня попросили сделать более простой циркуль, который можно проводить окружности диаметром до 400 мм. Вот я сделал первый вариант. Правда, он не очень простой, но это тестовая версия, и я думаю, его еще немного упростить. Значит, в качестве одной ножки он использует обычный столярный карандаш. Вот, 480 мм. При том, что длина карандаша и длина ножа и 150 мм. Конечно, таким циркулем можно чертить и маленькие окружности. Минимально, где-то 30 мм. В чем преимущество такого циркуля перед готовым покупным? А преимущество в том, что в качестве карандаша можно использовать столярный карандаш, можно использовать маркер, шариковую ручку. Ну, то есть, то, что нужно в данный момент. Ну и как он сделан. Значит, основа циркуля – это вот такой вот крюк. Я его сделал из 75-го гипсокартонного самореза, убрав часть резьбы, обрезав шляпку и загнув в кольцо. Можно, конечно, было использовать такой вот готовый крюк, но мне не понравилось качество резьбы, поэтому я предпочитал сделать свой. Одна ножка сделана у меня из ясеневой планки. Имеет на конце иглу из гвоздя. Значит, вот такой вот, не знаю, как назвать, сухарь, скорее всего, в который вставляется крюк. И самодельный барашек с резьбой. Всё это очень просто собирается. Теперь вставляется карандаш и получается циркуль. Вот такая вот довольно простая конструкция. А теперь ещё к теме видео, в котором я размещал окружность при помощи рулетки. Мне задавали вопросы. Если рулетка не имеет вот такого вот окончания с отверстием, а имеет в конце магниты, как выйти из этой ситуации? Это очень просто. Взять обычный барашек, привинтить его на шуруп, на саморез, и зацепившись магнитами за него, либо магнитами, либо вот как в моём случае, можно зацепиться обратной стороной, зафиксировать рулетку. И таким же образом карандашом разметить окружность. Вот и вся хитрость. Ну, я думаю, на этом тему рулетки с магнитами можно закрыть. Ну, а тему самодельного циркуля я думаю ещё продолжить в ближайших видео. На этом на сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, задавайте их на канале. Пишите комментарии. Делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь, кто ещё не подписался. И встретимся на моём канале в следующем видео. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!